21 августа Министерство физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области совместно с администрацией городского округа организовало информационный тур по городу. Об этом наш следующий сюжет. В информационном туре, разработанном Министерством физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области совместно с администрацией городского округа Орехово-Зуево приняли участие представители средств массовой информации и туристических фирм. Цель мероприятия – пропаганда и продвижение туристского потенциала Подмосковья, а также разработка новых и перспективных маршрутов по Московской области. Рады приветствовать вас на земле Орехово-Зуевской. Хлеб да соль вам! В городе Орехово-Зуево автобус с гостями, выехавший из Москвы, встречали около 11 утра. На Молодубинском шоссе территория картинг-клуба ООО «Закат-2» давно славится проведением торжественных мероприятий. Закрытая площадка с ландшафтным дизайном, уютными террасами, мангальными зонами, беседками и мостиками счастья привлекают желающих провести свадебную церемонию с шиком. Перед тем, как гости отправятся осматривать городские достопримечательности, им предложили подкрепиться традиционными русскими угощениями и напитками. Обширная экскурсия в историю города предусматривала посещение Зимнего театра, построенного по заказу промышленника и мецената Савва Тимофеевича Морозова. Здание театра открыло свои двери для ореховозуевцев 6 января 1912 года. «Аншлаг» собрала опера с участием именитых артистов «Жизнь за царя». Роскошный памятник истории, выполненный по образу и подобию знаменитого МХАТа, он и сегодня поражает своей акустикой и продуманностью архитектурных конструкций. «Здравствуй, театр, родной мой! Доржусь тобою! Прими любовь мою! Фабрики распроданы, казармы разрушены, а театр стоит!» Один из учебных корпусов Московского государственного областного гуманитарного института является жемчужиной не только для сотрудников учебного учреждения, но и всех гаража. Постройка конца XIX века, выполненная в стиле позднего классицизма. Святого апостола Тимофея на фасаде здания может увидеть сегодня каждый желающий. Трудно представить, что святыня 70 лет скрывалась за гербом Советского Союза и обнаружена была лишь при проведении реставрационных работ в 2010 году. Далее гостям представилась возможность почувствовать себя болельщиками первого футбольного матча. Более ста лет назад фабрикантами Морозовыми были приглашены английские специалисты для работы на своих ткацких фабриках. Вместе с ними в дореволюционную Россию пришел интерес к футболу. В этот день гости узнали много нового и интересного, поделились впечатлениями в ходе пресс-конференции, посетили промышленные центры, мануфактуры, историко-краеведческий музей и живописные уголки природы лесопарка Мельница, где вниманию гостей представили красочное шоу с участием лошадей. Мы рады приветствовать информационный двор в городе Орехово-Зуево. Всего Орехово-Зуево. Город мечты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова